Березяне отметили 428 лет со дня основания поселка. И это был действительно праздник для всех. А накануне прошел турнир по боулингу среди трудовых коллективов. В нем приняли участие 12 команд, представляющие предприятие и организации районного центра. Соревнования проходили в течение 4 часов. Тем не менее, на всем их протяжении настроение нисколько не уменьшалось. Мероприятие сегодня приурочено к дню поселка. К 12 числу, вообще день поселка у нас будет завтра проходить. Сегодня у нас собралось 13 команд по боулингу. Решили наконец-то поиграть, потому что мы уже давно не собирались. Уже как года два мы в связи с коронавирусной инфекцией, мы все сидим по домам. И поэтому для нас сегодня особенный праздник, потому что мы так все по друг другу соскучились. Здесь спортсмены практически одни и те же лица вижу в игре. Поэтому для нас это сегодня особенный день. Это для нас праздник. И вы сейчас это видите, что у нас все и дети, и мы играем и в боулинг, и в бильярд. И посмотреть на эти замечательные лица, на это настроение, это просто надо быть здесь и находиться здесь. Я всех поздравляю с праздником. Сегодня мы участвуем в районном турнире по боулингу, посвященном дню рождения поселка Березово. Это хорошее настроение, это позитив, заряд положительных эмоций, удача, радость. Всех земляков хочу поздравить с днем рождения нашего любимого, самого лучшего поселка Березово. Всем добра и благополучия. Мы начинаем праздновать замечательный наш праздник, день поселка. 428 лет – это серьезная дата. Мы очень рады сегодня поздравить, начинать поздравлять наших жителей Березово с замечательным праздником, с днем рождения. И сегодня в Звездном состоялось замечательное мероприятие. Трудовые коллективы или просто друзья, компании друзей пришли поиграть в боулинг, получили заряд энергии, бодрости. Мы смогли исполнить песни, которые мы любим, в караоке. И сегодня, и завтра праздничные мероприятия будут продолжаться. Поэтому всех березян с праздником, с днем рождения Березова. По итогам турнира первое место заняла команда «Хакеры». Она получила подарочный сертификат от Центра культуры и досуга «Звездной». Команды получили и диплом участников. Непосредственно празднование дня поселка началось с самого утра 12 сентября. Прошло сразу три спортивных соревнования. Семьи из Березова проявили себя в эстафете под названием «Мама, папа, я – спортивная семья», где продемонстрировали слаженную командную волю к победе. В это же время представители трудовых коллективов районного центра показывали свои навыки при сдаче норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А вот мужчины продемонстрировали свои физические возможности в турнире по кроссфиту, где каждый соревновался за первенство в нескольких упражнениях. Сегодня у нас проходил спортивный праздник в рамках празднования Дня поселка. Проводили праздник для спортивных семей «Мама, папа, я – эстафета», а также для самых сильных и выносливых мужчин нашего поселения Березова. В продолжении матчевой встречи ветеранов Игрима, Березова, «После этого соревнования по футболу». Праздник на данный момент получается интересным. Всех земляков хотел поздравить с этим замечательным праздником, который состоится раз в году. В этом году жалко подвела нас погода. Ну, я думаю, ничего нам не помешало. У всех прекрасное и хорошее настроение. Всех с праздником! Апофеозом праздника стало торжественное собрание и концерт, которые прошли в районном Доме культуры. Начались они с выступления детского танцевального коллектива и песни о Березово. В зале собралось больше 200 березян. Перед ними с поздравительной речью выступил глава Березовского района Владимир Фомин. «В этот день обязан вам передать добрые слова от наших депутатов Тюменской, Хантамансийской думы, от правительства Югры, от Натальи Владимировны Комаровой. Добрые слова пожелания. От Бориса Сергеевича Хрякова, нашего спикера. Сегодня получил звонки из Игрима от Тамары Александровны Грудова, от наших почетных граждан. Передаю от всего Березовского района. Вам, березяне, поздравления с очередной годовщиной нашего замечательного исторического поселка». Глава Березовского района вручил благодарности и почетные грамоты жителям поселка, которые внесли значительный вклад в его социально-экономическое развитие. Кроме того, он поздравил с праздником семью Муратовых. Они прожили вместе уже больше 50 лет. Глава городского поселения Березова Дмитрий Чупров также поздравил своих земляков и вручил подарок молодоженам, которые зарегистрировали свой брак накануне праздника. Подарки были приготовлены и для самых маленьких жителей поселка, которые родились в Дни торжеств. «Сегодня, да, у нас, отмечаемый день рождения нашего поселка. На самом деле, дата его основания – это 23 августа. Но в связи с понятными пандемийными ситуациями, мы его не могли в августе отпраздновать, поэтому перенесли на сентябрь. Хочу поздравить всех березян с праздником, пожелать всем хорошего настроения, счастья, удачи, здоровья, всем добра». Слово для поздравительной речи было предоставлено и Анатолию Райхману, главному врачу Березовской районной больницы. Он также является и почетным жителем Березовского района. «Хочу поздравить жителей нашего замечательного любимого Березова с двойным днем рождения. Пожелать им, конечно, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, чтобы у них в домах, в семьях был мир и благополучие, чтобы каждый день у них начинался по-новому, чтобы они чувствовали заботу о них, и чтобы они продолжали историю нашего славного Березова своими делом, трудом». А самой мажорной нотой стал праздничный концерт, в котором приняли участие сольные исполнители и музыкальные коллективы, представляющие различные регионы Российской Федерации. Концерт удалось организовать при помощи, конечно, главы района Владимира Ивановича Фомина. Наших, так скажем, друзей из Хантамансийска, это «Сибирь-брас» и «Уроклассик», мы им очень благодарны. И, конечно же, это город Москва, оркестр «Империализ», для нас новый, очень надеемся, что всем понравится. Начался концерт «Сюрприза». Для березян впервые была исполнена песня о рыбаке, которая была написана специально по случаю празднования Дня поселка. Слова для нее написал и земляк, член Союза писателей России Леонид Бабанин. Очень приятный город, поскольку тут действительно друзей уже много, и с давних лет уже, можно сказать, мы дружим. И вот сегодня мы уже даже написали песню с моим другом юности, с Леонидом Бабанином. Получилась песня неплохая, можно сказать. Вот поэтому вот так все сложилось в себе. Песня о рыбаке должна, о бабском рыбаке должна была быть у нас давно. Я, честно говоря, сам рыбак профессиональный долго ждал эту песню, но она не появлялась. Памятник появился рыбаку Березову, стало знаковым местом для березян, значит, когда мы, куда мы приходим, фотографируемся, улыбаемся, а песни все не было. Ну, я член Союза писателей России, творческий человек, пришлось мне написать эту песню, а Вячеслав Чарский ее исполнил. Сегодня мы это видели. Думаю, что по реакции зрителей песенка всем понравилась. Продолжен концерт. Коллектив из Ханты-Мансийска «Сибирь-Брас». Он уже достаточно знаком березянам, и его выступления всегда с восторгом встречаются с зрителями. Именно во время празднования Дня поселка музыканты совершали турне по Березовскому району. Музыка. 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 Очень хороший, красивый город. Мы здесь уже сбились со счета, раз 7 или 8 были. Начинаем приезжать сюда с 2004 года, с 2005. Всегда очень положительно, очень хороший настрой у людей, очень хорошо принимают. Довольно необычным стало выступление следующего музыкального коллектива. От рок-композиции до инструментальной музыки. От барокко до джаза. Звуки скрипки и стилизованные песни. Мы часто позиционируем империалис оркестра как один из самых необычных, или даже один из, как бы, самый необычный оркестр России. В чем необычность? В том, что люди с классическим музыкальным образованием, выпускники действительно престижных музыкальных вузов, это консерватория, академия Негнесиных, многие из них учились в ведущих региональных вузах музыкальных, они оказались способными с учетом своей энергетики, такой молодежной, и с учетом своего профессионализма, исполнять самую разную музыку в разных жанрах. От рока, классики до таких, так называемых, каверов, да, кавер-программ. И вот эта необычность, не то, что всеядность, а именно профессиональность в разных жанрах, в разных исполнительских стилях, я думаю, является изюминкой этого оркестра. Всем тем, кто присутствовал на праздничном концерте, музыканты подарили исключительно хорошее настроение. На всем его протяжении звучали поздравления и не стихали аплодисменты. По сути, он стал праздником единства жителей поселка, тех, кто любит свою малую родину и делает все возможное для ее процветания. За долгое время мы могли наконец-то встретиться все вместе и насладиться замечательной музыкой, общением со всеми нашими березянами, со всеми знакомыми, товарищами и близкими. Поэтому только самые позитивные, самые наилучшие. В связи с этим хотелось бы поздравить березян, земляков с этим замечательным праздником, днем рождения нашего поселка. Пожелать здоровья, оптимизма, всего самого наилучшего. Торжество удалось и на этот раз. Улыбки на лицах тех, кто на нем побывал, тому подтверждение. С праздником старейший город Югры. Салют, Березовы! Валерий Белый, Анастасия Князева, Олеся Кривенок, Александр Елисеев, Сергей Брянцев, АТВ Березово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...